Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, недавно я рассказал на наших ресурсах о пророчестве великого советского писателя и ученого Ивана Ефремова. О том, что Путин скоро уйдет, и у нас в России появится новый действительно великий лидер, который выведет как Россию, так и все человечество на новый путь. И Россия станет самой могущественной страной в мире, но даже не это главное. Еще она станет, наконец, свободной и процветающей. Достигнет он этого благодаря новой идеологии, которая, наконец, позволит организовать общество разумно и справедливо. Публикация сразу стала невероятно популярной. И я решил посмотреть, что говорят об этом другие пророки, действительно зарекомендовавшие себя в истории. И выяснилась потрясающая вещь. Практически все пророки, что древние, что современные, подтверждают это пророчество. Вернее, как мне справедливо заметили на ютубе, это Иван Ефремов лишь подтвердил данное пророчество корнями уходящие в глубину веков. И тогда я решил подробно рассказать об этих пророках и об этих пророчествах. Начать новый большой цикл публикации об этом. Цикл я назвал «Белый всадник» и уже успел рассказать о пророчествах Мессинга, Ванги и Мострадамуса. Ссылка на подборку на моем канале на ценах будет под роликом. «Белым всадником» нового лидера назвал Иван Ефремов. Но здесь следует добавить, что и не только он. Еще пророки часто называют его «Великий гончар», есть и другие имена. Сегодня я хочу рассказать о пророчестве об этом Парацельсу. И должен сразу сказать, я считаю, что это пророчество имеет особое значение. По двум причинам. Парацельс был алхимиком, и Парацельс был последователем Гермиса Трисмегиста. Я считаю учение Гермиса Трисмегиста предтечей, но свернул учение в толковании Роберта Бартеника. А на алхимии, думаю, нужно остановиться особо. Вот, кстати, как выглядел Парацельс. Научный коммунизм нас учил, что алхимия – это лженаука. Но это чушь от начала и до конца. Алхимия – это куда более серьезный предмет, чем нам внушили. И упомянутый Иван Ефремов прекрасно это понимал. Здесь показательная его переписка с очень известным и незаварядным человеком Жаком Бержье, которого СМИ называли и продолжают называть последним алхимиком. Его весь мир считает французом, да и правильно считают, но по происхождению он на своем соотечественник. Он одессит, его русское имя – Яков Михайлович Бергер. Но во Францию он переехал еще ребенком, и она стала его второй родиной. Его биография же во Франции была очень бурной. Он умудрился стать ученым, писателем, оккультистом, журналистом, бойцом французского сопротивления. И список можно продолжать очень долго. И в каждой из отмеченных областей он стал не просто профессионалом, а он стал настоящим мастером. Еще он в совершенстве изучил 14 языков. Тому, кто хотел бы начать знакомиться с его наследием, я рекомендовал бы начать его книги «Утромагов». Вот как выглядит ее облушка. Она в основном об оккультной части нацизма, и об ананербе. Но она очень хорошо показывает, что в оккультной части нацизма далеко не все лженаука. Вот, кстати, как выглядел Жак Бержье. Но главное в этой книге, понятно, не оккультная часть нацизма. А то, что эта книга неплохо показывает, что алхимия – это далеко не лженаука. И есть еще одна важная деталь. Прочитав книгу Ивана Ефремова «Лезвие бритвы», Жак Бержье сам ему написал. И в письме, помимо много прочего, сказал «Да вы, батенька, алхимик». И я с этим согласен. Произведение Ивана Ефремова буквально пронизано алхимической символикой. Напоминаю, у «Алхимии 2» предмета изучения – трансмутация и достижение индивидуального биологического бессмертия. У Ивана Ефремова, между строк, этому отдано должное внимание. Есть мнение, что Иван Ефремов не верил в возможность достижения индивидуального биологического бессмертия. И оно вроде бы обоснован. В 1968 году, перед выходом журнальной версии его романа «Час БК», он прямо заявил об этом в интервью журналу «Техника молодежи». Но должен сказать, я даже в молодости не поверил этому заявлению. Все наследие Ивана Ефремова буквально пронизано мыслью, что победа над смертью – это одна из главных целей человечества. Вот характерная цитата из его романа «Туманность Андромеды». Разве миллиарды безвестных костяков, безвестных могилах не взывали к нам, не требовали и не укоряли? Мне видятся миллиарды прошедших человеческих жизней, в которых, как песок между пальцев, мгновенно утекла молодость, красота и радость жизни. Они требуют раскрыть великую загадку времени, вступить в борьбу с ним. И сегодня все больше ученых склоняются к тому, что индивидуальное биологическое бессмертие возможно. Я, кстати, тоже так считаю. И считаю здесь перспективными исследования в области так называемой теломерозной активности. Надеюсь, я однажды расскажу об этом поподробнее. Кстати, уже возникло целое общественное движение «Трансгуманизм», представителями которого являются в основном ученые. Его цель – заставить власти выделять большее финансирование на эту работу. Они считают, что при серьезном подходе индивидуального биологического бессмертия реально достичь уже при нашей с вами жизни. Кстати, это подтверждает и один из выдающихся пророков, американский пророк Эдгар Кейси. По некоторым источникам он предрекал, что новый великий правитель России научится намного продлевать жизнь. И сам он будет править благодарным человечеству в 600 лет. Но об этом, надеюсь, мы также поговорим позже. Касательно трансмутации, кстати, вопрос тоже не такой простой. Напоминаю, трансмутация – это превращение одних металлов в другие. Больше всего алхимики пытались научиться превращать свинец в золот. Но не только это. Поле исследований здесь куда шире и намного шире. Жак Бержье, кстати, утверждал, что ему удалось алхимическим путем превратить натрий в береги. И я ему верю. Но на это мы сегодня тоже отвлекаться не будем. Теперь, надеюсь, понятно, почему меня так заинтересовало пророчество именно Парацельса. Ну и, как я уже сказал, оно полностью совпадает с уже указанным пророчеством. А именно, Парацельс утверждал, что Россию ждет невероятный расцвет в 2041 году. Вот фрагмент с ролика с канала «Осознание» об этом пророчестве. Парацельс. 1493-1541 год, который был не только алхимиком и целителем, но и известным предсказателем. В книге «Оракулы» писал, есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа – Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет. В этой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал, как о стране, может произойти нечто великое. После всевозможных бедствий будет и мощный великий расцвет с великим множеством всевозможных благ. Было указано и время этого расцвета. После 500 лет с момента смерти Парацельса выходит 2041 год. Ну и думаю, теперь уже наглядно видно, что один из величайших пророков полностью подтверждает пророчество, которое я здесь изначально озвучил благодаря Ивану Ефремову. Может ли такой, так сказать, фейерверк пророчеств, данных самыми выдающимися пророками всех времен и народов, и полностью при этом совпадающих, быть случайным? Думаю, нет. Хотя, безусловно, сегодня в них поверить очень сложно. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации, поддерживайте канал Донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под статьей и под роликом.